Девушки отдыхают Не лезь на свое собачье дело, второго предупреждения не будет Алло, это Воронцова, мне нужна охрана для моей семьи Да, опять угрожают Нет, с дела меня снимать не надо Я все доведу до конца Спасибо Спасибо Спасибо, не могу дозвониться Если не спишь, встречи, пожалуйста Опять эти собаки А ну-ка, пошли вот Поехали 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 Смерть Воронцовой наступила от обширной кровопотери приблизительно в 23.15. Галя, я взяла на исследование слюну собак. Сейчас делаю слепки их челюстей. Но на это уйдет время. Итак, у нас две версии расследования. Личная жизнь и профессиональная деятельность. У Воронцовой муж и 15-летний сын. Родители умерли. И куча уголовных дел. Мне кажется, дело в ее работе. Воронцова известна своей бескомпромиссностью и жесткостью. Я поговорила с ее знакомыми. Даже коллеги стараются обходить ее стороной. А друзья? Не было у нее друзей. Вместо этого был долг перед обществом и семьей. Плюс у нее репутация абсолютно неподкупного прокурора, которого проще устранить, чем склонить на свою сторону. Как показывает наш опыт, если видишь неподкупного человека, копай глубже. Нароешь много чего интересного. Не верю я в кристальную честность. Это Надин ноут. Она на работу его не брала. Вряд ли там есть какие-то уголовные материалы. Так, какие-то личные записи, папки. Я туда не лез. А ты же Стас? Да. Понимаете, ничего бы с мамой не случилось, если бы я в тот день с Чомбиком пошел за ней. Просто мама запретила мне поздно выходить на улицу после этой ситуации с угрозами. А так бы я взял Чомбика и мы пошли бы. Стасик, ты же знаешь, я хотел ее встретить, но я вчера так упахался, что просто вырубился. Ну-ка, пойдем на кухню поговорим. Похоже, тут тайник. Но его опустошили. И лежали тут деньги. Пять тысяч, десять тысяч. Ну какой это тайник. Так, шкатулка. Смейная копилка. Мы тогда сэкономленные деньги складывали. Бабушке в деревню купили новый холодильник, стиралку. Все потратили. Почерк Воронцовый. Так я и думал. Вот вам и честный прокурор. У него могут быть накопления. Даже у меня они есть. Милый друг, скажи, ты тоже с каждой зарплаты откладываешь по десять тысяч долларов? Да ему что ж хорош. Пал лучше бы отмазок придумал. Что там за холодильник, сэрой машинки такие. За такие денежища-то. И золото, что ли? Да, обычный там холодильник. По денежной пыли в шкатулке лежали рубли. Ну слушай, Воронцовый правда была честным прокурором. И откладывала в месяц по десять тысяч рублей. Мы уже привыкли к этим угрозам. Думали, как всегда, принесет. Но она, как всегда, полезла в самое пекло. Извините, совсем забыл со всей этой бедой. Там ребята за Стасом приехали. В смысле? За Стасом? Ну, Надя его просила запроводить на спецтранспорте бабушки в Плянской области. Пока процесс не закончится. Там безопасно. Так вот, зачем вы купили холодильник и стиральную машину? Ну да. Там, знаете, заповедник прошлого века. Интернета нет, телевизор на два канала показывают. Зато экологически чисто и спокойно. Пап, ты чего? Я теперь никуда не поеду. Я тебе здесь одного не оставлю. Сынок, мне уже ничего не грозит. Теперь мамы нет. Ну, значит, и мне ничего не грозит. Я должен сходить на похороны. Я обязан попрощаться. Хорошо. Галина Николаевна, я запередговал телефон одного из обвиняемых по делу черных коллекторов, который вела Воронцова. Его можно найти. Это Муликова? А то остальные известны, где в СИЗО сидят. Да. У коллекторов был широкий арсенал устрашения. И квартиры поджигали, и машины били, и людей. И даже иногда животных убитых подкидывали. Но в конце концов банду задержали. Ну да. Когда дело дошло до суда, они начали присылать прокурора. Только она не испугалась. Ее убили. Субутин займется Муликовым. Но ему уже не стоит сбрасывать со счетов. Он не встретил жену с электрички. Телефон локализовался дома. Но ведь Воронцов мог оставить телефон и уйти. Я пойду свежим воздухом подышу. А то мне надоели уже эти разговоры. Только смотри, держи Чубика вот так, ближе к ноге. Там могут кошки выскочить. Я его еще не натренировал, чтобы он не кидался. Будь внимательнее. Хорошо. Я разберусь, пап. А вы знакомы с дрессурой? Так, немного. Я сам его дрессирую. Понимаете, порода крупная. Нужно воспитание. А на кинологов денег нет. Я получила постановление на прослушку телефонов Воронцова. Очень вовремя, Галина Николаевна. У безутешного вдовца давно имеется любовница. 19-летняя и прекрасная, как бэби, Катя Полозова. Полная противоположность резкой и жесткой жене. Ну, видимо, мужу надоело быть на вторых ролях в семье. А что известно об этой Полозовой? Присаживайтесь. Живет в Москве. Работает секретарем в компании по продаже обогревателей. И вот прямо сейчас звонит Воронцову. Извините. Надо ответить. Котик, тебя нет на работе. Я звонила, сказали, ты не придешь. Что случилось, милый? Катюш, у нас беда. Надя погибла. Ой, ужас какой. Как тебе сочувствую, милый. Горе какое. Бедный Стасик. Значит, теперь не будет трудностей с разводом? Не такая уж она и бэмби. Психологи считают, что люди выбирают один и тот же тип партнеров на протяжении всей жизни. Даже если они выглядят по-разному. Простите, начальник звонил. А у вас новый босс? Она здесь при чем? Ну, ваша жена погибла при подозрительных обстоятельствах. И у вас есть любовница. Может, вы хотели развестись? Конечно, хотел. Давно хотел. Но боялся, как Надя отреагирует. Думал, дождусь, пока Стас увидит или дело закроется. Ну, в общем, не знаю, сколько, но я бы ждал. Но теперь такой проблемы нет. Подождите, вы хотите сказать, что я подговорил собак напасть на жену? Ну, смешно же. Нам с Надей делить нечего, квартира ее. А я бы к Кате переехал. Ну, вот смотрите, полоза Екатерина снимает с подругой двушку пополам. Не очень комфортный вариант. Слушайте, на первое время нам бы хватило. Я, конечно, зарабатываю немного, менеджер. Но мы бы справились. Я уверен. У Дмитрия Воронцова был и мотив, и возможность. Но против него нет улик. Есть еще Александр Муликов. Весьма креативный коллектор. Давай, кидай. Ты че чешуриете? Что за хрень? Пошел ты! Если не спалишь базу, вообще ничего не получишь! Тише, Мулик, тише! Ты перегрелся никак! Под подпиской так развлекаться! Совсем тебя на воле не гулять! Это тырок! Я кучу бабок должен! Не тебе, а банку! Банду этот долг продал мне! Теперь отдай! Куда я не денешься! Капитан! Собака тут ни при чем! Ты в людей стреляй! Товарищ капитан, товарищ капитан, товарищ капитан! А Тимур Евгеньевич, кажется? Я слышал, что вы считаете это убийством! Вот! И что собаки не просто напали! Я хотел сказать, что собаки давно в районе появились! Их еще приманивал осенью Матвей! Какой Матвей? Ну, Грачевский! Он автосервис содержит! Он не жил по дороге! Он не раз ругался с соседями из-за собак! Ну, ему же все, пофиг! Ты что сделал? Кто теперь долг отдаст? Это пистолет со снотворным! О тебе не о бабках сейчас надо думать! А о том, как угрожали Воронцовой! А потом убили! Э, начальник! Мы здесь ни при чем! Акурошу твою мы не трогали! Че скажешь, что не угрожали? Нет! И за семьей не следили! Судя по слепкам челюстей, в стае было семь собак! Я достала образцы слюны! Холды сейчас все исследуют! Скоро его будет с чем сравнивать! Служба отлова уже нашла трех собак и продолжает поиски! Что это? Этот звук я узнаю из тысячи! Это каталка с трупом! Да успокойся ты, Валь! У нас нет в деле новых трупов! Скорее всего, пустую каталку везут! Не пустую, а с телом! Тело весом примерно 60-65 килограмм! Субботин, стой! Это кто? Матвей Грачевский, хозяин автобазы, который, судя по всему, прикормил этих собак! А кто это его так? Я! Валь, займись им, чтобы я мог его допросить! Ох, за что я люблю свою работу, так это за новые неожиданные задачи! Расследуя убийство прокурора Воронцовой, ФЭС выходит на банду черных коллекторов. Они угрожали семье погибшей. Коллекторы пытаются поджечь автосервис одного из должников, Матвея Грачевского. Коллекторов задерживают. Выясняется, что именно Грачевский прикармливал собак, которые напали на Воронцову. Раз Муликов идет в отказ от него, дополнительных фотографий Стаса Воронцова мы не получим. А тот, кто следил за сыном прокурора, мог снять что-то важное. Погоди. Вот тут увеличь. Вот. В витрине есть отражение. Девчонка, ей 20 лет нет. Зато камера у нее профессиональная. Такая куча денег стоит. Да, вряд ли девушка успела заработать на такую дорогую оптику. Может, она в кредиты ее взяла? То есть, могла расплатиться. Коллекторы взяли ее в оборот и заставили отрабатывать. Я запрошу в местных газетах имена фотографов, с которыми они сотрудничают. И сравню со списком должников банды Муликова. Что такое? Идея. Я что, в морге? Матвей Грачевский. Сидел два года. Вышел полгода назад. Посадил у тебя прокурор Воронцова. За то, что разбирал угнанные тачки. Теперь в твоем сервисе найдены следы собак, которые убили Воронцова. Я тут ни при чем. Я ее не трогал. Злился на Воронцову, да. Но я стал виноват. Я разбирал тачки, ко мне повадился бегать Стас. Сын Воронцовый. Я тогда не знал, кто он. Пацану было 12 лет. Он интересовался механикой, помогал мне по мелочи. Но мать узнала и... Испугалась, что я втяну мальца в криминал. С тех пор у меня легальный бизнес. А что за история с долгом? После отсидки бабки нужны были. Ну, чтобы восстанавливать мастерскую. Взял под большой процент. Да, я угадаю. Думал, быстро вернешь. Да я бы отдал. Но на базу начали лазать воры. Свинчивали у машин зеркала, колеса, даже номера. Приходилось самому возмещать ущерб. В полицию заявляли? Да не хочу я лишний раз с ними дело иметь. Поставил видеокамеры, но они не помогли. Только когда собак прикормил, тогда лазь перестали. 都 не grooved. А-рег crochets. Продолжение следует... Движение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро, Андрей. Ты закончил со слюной собак из ран? Да, я нашел кое-что странное. Воронцова погибла от одного укуса, разорвавшего шейную артерию. Ну, все правильно, Антонова так и сказала. Это был первый укус, а остальные собаки просто рвали тело. Фишка в том, что в этом укусе слюна чистой домашней собаки. В ней нет инфекций и следов гнистых процессов, как в других ранах. Более того, собаку-убийцу недавно привили от бешенства. Ну, возможно, собака недавно попала на улицу, сбежала от хозяев или выгнали. Выловлены 5 из 7 собак. Среди них нет домашней собаки. Мне кажется, что уличные собаки вообще не при делах. Их подставили. Жертву загрызла домашняя собака. А остальные пришли, не обнаружили привычной еды и стали рвать тело, истекающее кровью. Ира, мы знаем, что это ты следила за Стасом Воронцовым. Но не знаем, добровольно ли ты участвовала в угрозах прокурора Воронцовой или тебя заставили. Заставили. Муликов угрожал порезать мне лицо, если не отдам долг за камеру. Эту камеру невозможно было продать. Предлагают смешные деньги, как за мыльницу. Но Муликов согласился взять долг услугами? Ну, сейчас. Долг. Это я так только проценты гасила. Ну, гаси теперь гражданский долг. Что-нибудь странное видела, когда следила за Стасом? Нет, вроде. Обычный парень. Только он в Москву постоянно мотался, сидел у одного офиса, а потом возвращался домой. Ты все фотографии отдала Муликову? Некоторые были нечеткими. Я их не отсылала, боялась огрызти. Они там, на флешке в корзине. Ого, вижу. Интересно. Так, тебе с молоком и сахаром. Тебе черный. Ну что, познакомились? А ты с нас не стесняйся. Катюха, тебя немного старше. Это ж та самая Бэмби. Любовница Дмитрия Воронцова. Екатерина Полозова. Значит, Воронцов уже с ней сына познакомил. Все было действительно очень серьезно. Может, они собирались жить втроем? И Воронцов хотел забрать сына у жесткой авторитарной матери. Но для этого нужна квартира. Как-то странно жить в таком составе в одной комнате. И квартира Воронцовой отличный вариант. Я скоро сам озверяю от этого дела. Запросил данные во всех ветклиниках. На районе Воронцовы как раз недавно делали прививку своей собаке от бешенства. Неужели Воронцов сам натравил собаку на жену? Собака вымот? Это что, преступление? Я регулярно ее мою и вообще слежу за ней. И прививаете? Конечно, прививаю. Вот постановление. Собаку мы изымаем. С ней будет работать зоопсихолог. Простите, но она не есть, чтобы ее изымать? Возможно, это орудие убийства. Да ну, бред какой-то. Собака никогда не кинется на свою хозяйку. Это если ее не натренировать должным образом. И зачем мне это? Чтобы жить с новой женой и сыном в старой квартире. Я их специально познакомил со Стасом. Я скрывать от него ничего не хотел. Но забирать не собирался. Понимаете, у него сейчас сложный возраст. Он бунтует, учиться не хочет. И вы не могли с ним справиться? Понимаете, я слишком мягкий. Ему нужны и желтые рукавицы. Меня он не слушал, а Надя могла его построить. Это была хорошая версия, но ложная. Собака Воронцова была привита раньше, чем та, которая загрызла прокурора. Отиск челюсти тоже не ее. И слюна. В субботе на входе ветеринарной аптеки того района. Может, убийца купил вакцину и сам сделал укол своей собаки? Галина Николаевна, в одну из аптек приходил Грачевский. Покупал антитолбнячную вакцину и противовоспалительные средства для собак. Мы подъезжаем к его автосервису. Кровь. Тише, вы ее пугаете. Это одна из тех собак, что напали на Воронцову? Я не знаю. Она пришла ко мне раненая. Я ее и лечу. Значит так, вы оба едете с нами. Тебе снова помочь или и сам? Субботин, ты вообще знаешь, что такое морг? А ты мне уже второй раз живого клиента привозишь. Ты только не начни вскрытие делать на автомате. Угу. Ну смотри, на шерсти собаки кровь Надежды Воронцовой. Челюсти совпадают. Эта собака участвовала в нападении. Собака давно на улице и заражена общими для той стаи инфекциями. Зато в ее ранах та же слюна с вакцины от бешенства. Погоди. Бездомных собак разгоняла собака Тимура Садыкова, который пытался спасти Воронцову. Садыков не спасал, а наоборот нападал. Это он отравил свою собаку на прокурора. А когда пришла прикормленная стая, разогнал их, чтобы оправдать присутствие следов на месте преступления. Дима, не могу дозвониться. Если не спишь, встречь, пожалуйста. Опять эти собаки. Погоди. Про Садыкова известно немного. Безработные перебиваются случайными заработками, не судим. Недавно разведен. Жена отсудила у нее автомобиль. Поставай. Немного не успели. Ну вот, а ты переживала. Настоящий труп. Я вот только не понимаю, зачем Садыкову убивать Воронцова? У них же никаких личных пересечений нет. Возможно, его наняли, зная, что Садыков нуждается в деньгах. Хотя у него ни дома, ни на счетах денег нет. Галина Николаевна, ну, по крайней мере, это убийство мы раскрыли быстро. На ремне, в котором был задушен Садыков, следы пота Дмитрия Воронцова. Значит, это все же он заказал убийство жены, а потом зачистил исполнителей. Да, по внешнему виду никогда не скажешь, что он способен на такое. Галина Николаевна, я думал, что это уже не важно, раз мы не подозреваем Воронцова во взятках. Что не важно. Я выяснил, что покупку техники в деревню бабушке оплачивали с карточки Надежды Воронцовой. Ее муж нам соврал, сказав, что на покупки ушла наличка. Теперь мы знаем, куда именно она пошла. Гражданин Воронцов, вы обвиняетесь в убийстве двух человек. Я не буду давать показания. Я знаю свои права. А хорошо иметь жену у прокурора. Хотя нет, я совсем забыл. Вам же это не нравилось. Вы ее убили? Надо же. Настоящее чудо. Деньги вернулись. Прям-таки шкатулка-самобранка. Деньги на образование Стаса. На деньгах отпечатки Надежды Воронцовой сверху ее сына, а потом Тимура Садыкова. И венчают весь этот слоеный пирог отпечатки Дмитрия Воронцова. Ну, все понятно. Воронцов заказал свою жену за ее же деньги. А затем убил киллера. А откуда на купюрах поджавые Стаса? Может, по-тихому таскал деньги из аначки? Ну, или просто перекладывал, мало ли. Что-то здесь непонятно. А где компьютер и телефон Садыкова? Вы можете и дальше молчать. Улики все расскажут за вас. Мы уже выяснили, что вы не умеете заметать следы. Что за сенсация? Галина Николаевна, судя по детализации звонков Садыкова, несколько месяцев назад он регулярно контактировал со скупчиками автозапчастей. Проще говоря, продавал то, что своровали в автосервисе у Грачевского. Значит, это Садыков был тем самым вором, из-за которого Грачевский пригрел с вору собак. В компьютере Садыкова я нашел съемки с камеры наблюдения в автосервисе Грачевского. Там видно, как Садыков выносит колеса и запчасти с базы. Садыкова шантажировали. Когда я вышел, сюда снова стал бегать Стас. А когда началось воровство, Стас предложил поставить камеру. Поймали вора? Нет, Стас сказал, что ничего не получилось. То ли сбой был, то ли еще что. Ну, и вы ему поверили? А зачем ему было брать? Стас оставил себе компромат на Садыкова и потом посол ему. И какой в этом смысл? То место в Москве, где Стас часто дежурил, это бизнес-центр, где работает Полозова. Любовница Дмитрия Воронцова? Стас не хотел оставаться с матерью, которая не давала ему продыха. Хотел жить с отцом и с красивой молодой мальчишкой. Ну да, я ему сказал, а он. Ну вот и все, пошли. Нет-нет. Пойдем, пойдем. Так Тимур ведь умер. А мы и без его показаний можем тебя обвинять. Это все он, я не убивал, я просто передал ему деньги. Да, пойдем. Когда ваша жена принесла домой эти фотографии, вы узнали место и поняли, что ваш сын влюбился в вашу любовницу. Знаешь, Дим, я подумала, я уже 20 лет в прокуратуре. Может, хватит мне воевать? Надь, я не могу так рисковать вами. Подожди, это ты о чем? Выйду на пенсию, буду консультировать. Меня уже давно в Москву зовут. Будем с тобой вместе ездить, машину купим. Надь, подожди, а как же твой долг? Кто кроме тебя? Ты же знаешь, что надеяться не на кого. Ой, слушай, я тебя умоляю, там одни конформисты работают. Меня никто не ценит. Ради чего мне так рисковать семьей? Ну ты же не за благодарность работаешь. Стаса пока отправим к бабушке. В сети хоть сутками торчать не будет. Но там безопасно. Надя, не поступай себя принципами. Да, ты знаешь, ты прав. Вот уж не думала, что ты так меня понимаешь. Благодарю тебя, дорогой. Благодарю. Ты прав. Это вы, а не ваша жена хотели отправить сына. Из-за ревности. Чтобы он перестал ходить за Полозовой. А для Стаса это было последней каплей. Там ведь дыра, помойка. Даже инета нет. Что мне там делать? Молчи. При обыске стало известно о пропаже денег. А когда и собаку забрали, вы все поняли. Это ты во всем виноват. Ты хотел меня отправить, чтобы я с Катей не общался. Из-за тебя теперь меня посадят. Это я виноват. Да я человека убил, чтобы тебя защитить. А ты щенок неблагодарный. Впервые в жизни я хотел счастья. Встретил нормальную девушку. А ты? Я тоже хотел быть счастливым. А Надежда Воронцова хотела справедливости. Но никто из вас не получил желаемого. Ну, по крайней мере, справедливость мы восстановим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, наши дорогие телезрители. Подписывайтесь на наш канал Телероман. Ставьте лайки. Пишите комментарии. И не забудьте нажать колокольчик. Снежана, ну, что ты не отвечаешь? Полежу недельку, закончим обследование и махнем с тобой куда-нибудь на Мальдивы. Или куда-то хотела. Ну, а если они что-нибудь найдут? Не выдумывай. Тебе, как обычно, два? Чертовски приятно, когда кто-то помнит твои привычки. Помоги сесть. Да, сейчас. Я не кто-то, а твоя жена. Что? Фу-фу! Фу-фу, кроме какого ужаса! Фу! Сестра! Сестра! Скажите, где туалет? Черт, где она? Простите, я вас откуда-то знаю. Мы раньше встречались? Нет, не думаю. Извините, у меня к пациенту нужно на вызов. Сейчас все поправим. Руки не больны? Все нормально. Извините, я там ложку уронил. Положите, вон, в ту чашку. Спасибо. Фу! Меня до сих пор трясет от вида крови. А Машка-то к тебе заходила? Заходила сегодня. Опять поссорились. А ты из-за женишка высказал? Не, ну надо же было найти такого... ПТУшника. Бесполезно. Орет, что это ее жизнь. Жан? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прямо идиллия... Добропорядочный бизнесмен и красавица-жена... Не совсем добропорядочный... Сидоров проходил как фигурант в деле об АПГ в 90-е... Но ему так ничего и не предъявили... Мы со Снежаной женаты 5 лет... Детей общих нет... Только моя дочь от первого брака... А как складывались отношения между мачехой и дочкой? Как в сказке про мачеху и дочку... Нет, Снежана добрая была... Просто Маша очень ревновала... И после нашего бракосочетания ушла из дому... Живет отдельно... Ну вот видите... А вы говорите, что у нее не было врагов... Да нет, это не то... Маша никогда бы никого не убила... Никогда... Хорошо, что клиника достаточно дорогая... Угу... В коридорах есть работающие видеокамеры... Значит мы увидим, кто заходил в палату Сидорова... Вот, день начался с обхода лечащего врача... Евгений Левицкий... Зав, диагностико-терапевтическим отделением... Работает в клинике уже двенадцать лет... Смотрим дальше... Вот, потом была дочка Сидорова Мария... Двадцать два года... Заканчивает архитектурный институт... Учится на бюджетном отделении... Выбежала, хлопнув дверью... Видимо злилась не только на мачеху, но и на отца... А вот мистер спокойствия... Михаил Пархоменко... Партнер Сидорова... Зашел... На пятнадцать минут и вышел... На лице не едины эмоции... Школа девяностых... Они с Сидоровым до сих пор бизнесом занимаются... Так, ну это понятно жертва... А это... Минсестра... Да, Елена Попова... Ставит Сидорову капельницы... Я запросил более подробную информацию... По каждому, кто заходил в палату к Сидорову... Причину смерти установил? Передозировка полусинтетическим опиоидом... Снежана Сидорова была наркоманкой? Да нет... Ни в волосах, ни в ногтях нету опиоидов... Раньше она их не принимала... А как она получила препарат? Пероральная... Судя по следам на губах... Вместе с кофе... А откуда у вас в палате кофе? Я кофейный маньяк... Пью кофе пять раз в день... Ну раз я занимаю палату за тридцать тысяч рублей в сутки... Могу заказать и кофемашину... Ну у меня и дома такая... А ваша жена тоже кофе любила? Не очень... Пила только за компанию... У нее давление... Я ей брал специальные капсулы... Без кофеина... Вот они даже отличаются от общих... Галина Николаевна... Сидоровы не были такой уж идеальной пары... Недавно муж консультировался у адвоката на счет развода... Так... А у Снежаны Сидоровы есть завещание? Есть... И написано оно на мужа... В палате клиники на глазах своего мужа умирает Снежана Сидорова... Она выпила кофе, который сама же приготовила и отравилась... ФЭС выясняет, что Сидоровы женаты пять лет... И недавно муж консультировался у своего адвоката на счет развода... Не туда копаете... У нас со Снежаной был брачный контракт... И в случае развода она уходила с пустыми руками... Все оставалось мне... Какой романтичный контракт... Это чистый бизнес... Я после смерти первой жены... Подзапустил дела... Поэтому пришлось все компании обанкротить... И создавать якобы новые, очищенные от долгов... То есть все ваше имущество и активы нажитые в браке... На бумаге... Но все же понимали, как обстоят дела на самом деле... Поэтому Снежана контракт подписала... Но она знала... Если что, я не обижу... В общем, я так понимаю... Если что, произошло и вы решили развестись... Вы замужем? В браке всякое бывает... Поругались... Но психанул... Пригрозил разводом... Он отошел... У нас были горячие отношения... За пять лет любовь никуда не пропала... Пока все звучит убедительно... Мужу дешевле развестись, чем убивать жену... Это Снежане надо убить мужа... В результате развода она стала бы нищей... А в случае его смерти... Богатой... Как вкусно пахнет кофе... Галина Николаевна... Не пора ли нам сделать перерыв? Лучше кофе на дороге... Откребнешь, протянешь ноги... Вот талант, а! Слушай, если тебя уволят... Иди в телевизор рекламу сочинять... Ну, пока не уволили... Расскажу вам про Снежанну... До брака... Она у Сидорова была секретарем... С тех пор она нигде не работала... Насколько мне удалось выяснить... Ни у нее... Ни у него... Связи до страны не было... Это орудие убийства... Кофейная капсула... Только не та, что я думал... Опиоиды оказались не в капсуле... Без кофеина... Которая предозначалась за Снежанне... А в другой капсуле... В обычной... То есть в капсуле Сидорова? Ну да... Капсулу, значит, аккуратно вскрыли... Засыпали яд... А потом... Снова запаяли... Снежана Сидорова выпила кофе... Предозначавшийся... Ее мужу... Но как это произошло? На кофейных чашки... И ложки... Которые размешивали сахар... Отпечатки... Только жертвы... И медсестры... Поповой... Чашки как стояли? Моя здесь... Снежана еще туда... Сахар бросила... А... Ее чуть-чуть подальше... Вам больно? Нет... Устал лежать... Походить бы надо... Виктор Викторович вызывали? Да... Колено что-то совсем не разгибается... А я походить хотел... Сейчас укольчик сделаю... Полегче станет... А это... Та медсестра... Которая заходила в палату... Перед смертью... Вашей жены? Да... У меня тогда... Капельница выскочила... Кровь брызнула... Все нормально... Извините... Я там ложку уронил... Положите вон в ту чашку... Спасибо... А Лена когда кровь вытирала... Похоже поменяла местами... Ложки... Или чашки... Я не обратил тогда на это внимание... А на капсуле с ядом... Отпечатки только... Снежаны Сидоровой... И она случайно... Только из-за неразберихи с ложкой... Выпила кофе... Который сама сделала для мужа... Помнишь что ты сказал? А что я сказал? Ну что это не Сидорову надо убивать Снежану... А наоборот... Ну да... Он хотел с ней развесись... Чтобы оставить ни с чем... Снежана сама попала в яму... Которую вырыла собственному мужу... Галина Николаевна... Я решил копнуть поглуже... Семейную историю Сидоровых... И вот что обнаружил... Первая супруга Сидорова Надежда... Погибла в аварии 6 лет назад... Я запросил материалы по этому делу... Их вот-вот должны отправить в ФС... Да, уже привезли, спасибо... Сидоров был виновен в смерти своей первой жены... Он был за рулем... Начал не глядя перестраиваться... И врезался в Жигуленок... А еще были жертвы? Погибла Надежда Сидорова... И пассажир Жигуленка... Василий Бенедиктов... Так... Отпечатки Снежаны Сидоровой на капсуле с ядом... Только от того, что она брала ее... Двумя пальцами... Если бы жертва начиняла бы ее ядом... Отпечатки были бы... И в других... местах... Я тоже думаю, что жена не виновата... Эти капсулы были не из дома Сидоровых... А из партии, которую закупила клиника... У Сидоровых другой сорт... Как ты это узнал? Рогозина только сделала запрос... Об обыске в доме Сидорова... Такие капсулы продает только одна... Компания с разветвленной сетью магазинов... Но вся информация о покупках капсул... Поступает в централизованный офис... Значит, убийца взял капсулу в клинике... Начинил ее смертельной дозой опиоидов... И подбросил в палату Сидорова... Ищем, кто еще мог желать смерти бизнесменам... И кто имел доступ в клинику... Это еще что такое? Это охрана... На вас было совершено покушение... Бред... Никто не желает мне смерти... Прошли те времена... Кто жил давно уже... Не с нами... Добрый день... Левицкий Евгений Аркадьевич... Завидующее отделение... С утра уехал наш филиал, вернулся... А тут такая трагедия... Капитан Белая, Федеральная экспертная служба... Виктор Викторович... Примите мои соболезнования... Вы плохо выглядите... Давайте я вам пульс померю... Да, пульс учащенный... Но это... Понятно при таких обстоятельствах... Вам лучше вернуться в палату... Мы вам дадим успокоительные... Знаешь, что я выяснил... Про Елену Попову? Нет, конечно... Это она была за рулем машины... В которую врезался Сидоров... Второй погибший в аварии ее родственника... Отец... А рядом на пассажирском сидении... Сидел Кирилл Попов, ее муж... Но он не пострадал... Евгений Храдьевич... Скажите, пожалуйста... Это тут сотрудница... К вам давно устроилась? Да... Буквально два дня назад перевелась... До этого Лена работала в городской больнице... А тут у нас место освободилось... А кто ее на работу принимал? Это вам лучше в отдел кадров обратиться... И Виктор Сидоров как давно к вам поступил? Неделю назад... Я думаю, Елена Попова... По своим медицинским связям узнала... Что Сидоров, убивший ее отца, лег на обследование... Перевелась туда и по ошибке убила не Сидорова... А его жену... Мотив у нее есть... Надо выяснить, кто и как взял ее на работу... Я позову Лену, она вам поможет... Ой, не нужно, я помогу... Тогда я прощаюсь с вами до утреннего обхода... Виктор Викторович... Вы ведь узнали Елену Попову? Да... Я думал, мне показалось, что это она... Я глазам своим не поверил... Ну вот... Мы как минимум нашли одного человека... Кто мог бы желать вашей смерти... Алло, Галина Николаевна, это Березин... Ну, в общем, такая петрушка получается... Пять дней назад... Из отделения Куда Люксидоров была уволена медсестра... Ее якобы поймали на воровстве медицинских препаратов... Вот вместо нее и взяли этот Попов, кстати... Но сотрудник, который ее оформлял... Буквально вчера ушел в отпуск заслуженный... И уехал в тайгу... Ну, сами понимаете, связи там никакой нет... Лично мне кажется все это очень странным... Очень-очень странным и подозрительным... Я не виновата... Не виновата... Как вы устроились на работу? Да мне позвонили из отдела кадров... Пригласили... Зарплата в три раза больше... Ну, кто бы отказался? И вы сразу узнали Сидорова? Ну, конечно... И вы захотели ему отомстить за отца? Да я работать хотела... Мне же нужно как-то концы с концами сводить... У вас были и мотив, и возможность совершить убийство... Да мало ли у кого были мотивы... У его дочки, например... Она тоже отца ненавидела... Они прям в тот день поругались... Смотри, я вообще сюда пришла... Ты как всегда думаешь только о себе... Поверь, я думаю о тебе... Много ты обо мне думал... Когда после смерти мамы привел в дом эту детскую... Она меня ненавидит... Ну, ты ее тоже не очень любишь... Не хочу вас больше видеть... Я скоро выхожу замуж... Но тебя на свадьбу звать не собираюсь... Я даже знакомить тебя с ним не буду... Что бы ты ему гадости не наговорил... Знаю я все про твоего... Русланчика... Тань, подойди-ка сюда... Смотри, что нашел... Сидоров нанял детективы... Чтобы следить за женихом дочки... Угу... Так вот даже прародители есть... Вон... живут в пятиэтажке... Под снос... Занятный папочка... Руслан Валеев... Работает на заводе... Мать-учительница... Отец-водитель... Явно не пара богатой наследницами... Судя по детализации... Сидоров и Мария не очень часто созванивались... Она давно живет отдельно... Вот так она живет... Снимает с Вареем убитую однушку... Видимо отец денег не дает... А деньги всегда нужны... Особенно когда собираешься выходить замуж... Возможно Мария хотела ускорить получение наследства... Поэтому попыталась убить отца... Да мне не нужны его деньги... Мне вообще ничего от него не надо... Вы успокойтесь пожалуйста... А что так? Да ну в последний раз знаете что про Руслана сказал... Что он обычный работяга... Да что в этом плохого... Да я его за это и люблю... Мы сами своим трудом на все заработаем... Итак мы считаем что убить хотели Сидорова а не его жену... И причина наследство... Раз весь бизнес и имущество Сидорова нажиты в браке... То после его смерти половину... Сразу же получила бы его жена... Плюс половину от оставшейся половины... Как наследница первой линии... То есть Марии досталось бы только четверть... Возможно ей этого достаточно... Но этого не достаточно для задержания... Да поймите вы... Это не мне были нужны его деньги... Это ему было нужно чтобы я взяла деньги... Но это же предательство памяти моей мамы... Ну почему вы так считаете... Это же был несчастный случай... Да потому что за все надо платить... А ему даже условно не дали... Папочка как обычно замял дело... Женился на своей любовнице... То есть вы хотите сказать... Да... Он же тогда спал со своей секретаршей... Выпустите меня я все скажу... Я не могу больше так... Я все скажу... Рогозину позовите я все скажу... Я не могу больше здесь сидеть... ФЭС расследует... Отравление жены бизнесмена... Снежаны Сидорова... Следствие считает... Что отравленный кофе... Предназначался ее мужу... Подозревают что яд... Принесла медсестра Елена... Шесть лет назад... Сидоров совершил аварию... В которой погиб отец Елены... Медсестра задержана... И готова дать показания... Вы готовы признаться в убийстве? Мне не за что... Винить Сидорова... И убивать его не за что... Муж нашей медсестры... Кирилл Попов... Спустя пару лет после той аварии... Врезался в дерево... Ну что был пьяный? В дымину... Пока его вытаскивали из покореженной машины... Он еще и заснул... А год спустя... Зимой... Тоже по пьянке... Замерз насмерть на улице... Значит муж Попова любил выпить... И пьяным ездить за рулем... Понятно... Во время той аварии... С рулем был Кира... А не я... Зачем вы соврали? Кира тогда крепко выпил... И если бы мы тогда сказали правду... Вина за аварию была бы совокупной... Ну я хотела защитить мужа... Понимаете? Не понимаю... Презираете меня? Я сама себя презираю... Ну... Теперь-то вы меня понимаете... Это не Сидоров был передо мной виноват... Это я была перед ним виновата... Потому что... В этом деле он шел как единственный виновник аварии... Вы же еще и компенсацию у него высудили за потерю отца... Это Кира меня заставил... У вас будет взята подписка о невыезде... И можете идти... Могу я вернуться на работу? Можете... Рогозина отпустила медсестру... Это ничего... Я нам нового подозреваемого нашел... Летчего врача Сидорова... Евгения Ловецкого... А он тут каким боком? Пока не знаю... Но я обнаружил его маленький счет... Куда буквально три дня назад упал 500 тысяч рублей... И Березин уже этим занимается... Андрюш... На общем так... На Левицкого подала в суд... Семья его пациента... Обвиняя в неправильной постановке диагноза... Вследствие чего... Внимание... Пациент умер... Я сейчас как раз от них иду... Ага... Окей... Были и другие скандалы о коробке имени Левицкого... Но их почему-то заминали... Да потому что он сын главы попечительского совета клиники... В интернете полно плохих отзывов... От пациентов... Хоть перевод Левицкому и прошел через несколько счетов... Но я выяснил... Деньги пришли со счета компании... Которую контролирует Михаила Пархоменко... Это же деловой партнер Сидорова и его лучший друг... В день убийства Снежаны Сидорова... Пархоменко тоже приходил в палату... Подожди... Но какой у него мотив... В материальном плане... От смерти Сидорова Пархоменко ничего не выигрывает... Деньги и доля в бизнесе... Достанутся наследникам... Вы немного кофе пьете? Наверстываю вчерашнее... Вы же увезли мой аппарат... А почему вы заинтересовались Мишкой? А давайте вопросы буду я задавать... Не вопрос... Кофе будете? Нет, спасибо... Не хочется что-то... А я вот ничего уже не боюсь... Мишка хороший друг... И бизнесмен... А кто лучший друг или бизнесмен? Правильный вопрос... Бизнесмен он лучше... Поэтому наш завод все еще не прогорел... Мишка давно уже хочет перенести производство подшипников в Китай... И закрыть его в России? Говорит в России не менее рентабельно... И он прав... Я против... А я имею право вето... В решении данных вопросов... То есть... У Пархоменко будут развязаны руки... Если вы умрете... Я не собираюсь умирать... Пожалуй, что да... Ни Снежана, ни Мария не соображают в бизнесе... Доверяют Мишке как члену семьи... Они бы подмахнули все не глядя... Извините... Мне нужно с вашим лечащим врачом поговорить... Да... Мне тоже надо... Погулять... Не подумать... Не подумать... Я не нанимался никого убивать... Угу... А как насчет судебных исков... Которые подали на вас родственники пациентов... Они ничего не докажут... У меня все хорошо... В отличие от ваших пациентов... Люди случаются... Умирают... Я не знал... Откуда упали эти деньги... Хорошо... Проверим... Деньги можно оставить себе? Поехали... Что за дела? Ты кто такой? Не нервничай... Не нервничай... Капитан Березин... ФС... Михаил Пархоменко... Вы подозреваетесь в организации убийства... Виктора Сидорова... Ведь это вы подкупили его лечащего врача... Что за бред... Иди погуляй... Никого я не подкупал... Тем более не убивал... Ну хорошо... А если чисто гипотетически... Предположить... Вот Сидоров умер... Что бы вы сделали... С его производством? Нашептали уже... Перевел бы в Китай... А здание завода... Передал бы в аренду под офисы... Как все нормальные люди делают... И Витька уперся... И вы абсолютно уверены... Что его наследницы... С вами бы согласились? Да они бы мне спасибо сказали... Их доходы... От доли в бизнесе... Резко бы возросли... Алло... Смотрите... Я выяснила... Что именно Михаил Пархоменко... Отправил Сидорова... В клинику к Левицкому... Пархоменко дружит... С отцом... Нашего врача... Вот... А ранее... Он сюда же... Отправил их... Общего Сидоровым друга... И Сидоров даже... Лечение этому другу оплатил... Правда... Его друг умер... Да... Но это к делу не относится... Под бой... Да... До свидания... Ну что... Похоже... Смерть пациентов... Действительно к делу не относится... Нам прислали результаты... Независимой медицинской экспертизы... Которую заказал суд... Для процесса по делу Левицкого... Дай угадаю... Левицкий чист как стекло... Его вину не доказать... Невиновен и не доказать ни одно и то же... Отец Левицкого обладает широкими связями... Плюс... Возможно сыграла свою роль... Корпоративная медицинская взаимопомощь... Я никогда не стал бы убивать... Друга с которым столько прошли... Из-за какого-то бабла... Есть и... Более серьезная материя... Например... Вы знаете какой Виктор... Мощный мужик... Кремень... Вот лет двадцать назад... Он в одной перестрелке... Три пули словил... А после этого... Сто пятьдесят километров... Ввел в машину и ни разу не пикнул... А все почему? Почему? А чтобы не напугать маленькую Машку... Которая в тот день в машине была... Вот как он ее любит... Таких мужиков теперь поискать... Мне не дает покоя одна мысль... Это не у подозреваемых есть претензии к Сидорову... А у Сидорова к подозреваемым... Ну... Разве что кроме дочери... Вообще-то да... Из-за ми сестры Поповой... Дочка Сидорова считает его одного... Виновна в смерти матери... Пархоменко хочет закрыть завод в России... Все перевернуто с ног на голову... Все, Русик... Я пришла... Пожелай мне удачи... Я должна с ним помириться... Да-да... Позову на нашу свадьбу... Обещаю... Это... Ты... Все... Ты... Ты прикрывала своего мужа алкаша... Мне очень жаль... Из-за тебя я столько лет обвиняла отца... Он не один был в этом виноват... Калия Николаевна... Наши коллеги из Дальнего Востока... Нашли кадровика клиники... Которые Попову на работу брал... И в тайге достали... А то... Так вот... Ему пришлось признаться... Что это Сидоров его подкупил... Для того... Чтобы он уволил предыдущую медсестру... А на ее место взял Попову... Пора поговорить с Сидоровым всерьез... Ненавижу... Я тебя ненавижу... Слышишь? Папа... Папа... Что случилось? Он мертв... Тихо... Я не успела... Я не успела с ним помириться... Я потратила шесть лет обвиняя его... Теперь потеряла последний шанс... Обвиняю я тебя... Ты не виновата... Злость... Злость лишила меня разума... Теперь ты злишься на себя... Пойдемте... Вам лучше здесь не находиться... Папа... Пойдемте... Пойдемте... Сейчас вам станет легче... Руки бери... Шприц отдайте ему... А в чем дело? Что происходит? Вот это я и пытаюсь выяснить... Человек, на котором было совершено покушение... Все-таки мертв... Мы забираем тело ФС... Так и не сказала ему... Что люблю его... Борь, ну что у тебя? Отравление? Смотри сама... Онкология? Саркома кости... Так вот почему... Сидоров прихрамывал... А Левицкий диагностировал остеохондроз... В волосах и ногтях Сидорово следы плосинтетических опиоидов... Он принимал их на протяжении последнего месяца... Тех самых, которыми отравили его жену? Именно... Сидоров знал, что умирает... Я проверил его медкарту... Вот посмотри... Он намеренно назвал неверные симптомы... Что в заплуте без того ни самого... Великого диагноста Левицкого... Но зачем? Я тебе больше скажу... Сидоров уже три дня не получал никакого обезболивающего... Со дня смерти жены... Откуда он взял такие сильные препараты? Отец никогда не жаловался на здоровье... Может он недавно куда-то ездил? В Германию... По делам бизнеса... Хорошо, спасибо... Я подключила дипломатические каналы... Сидоров несколько дней провел в Берлинской клинике... И они что, раскрыли медицинскую тайну? Ну, поскольку пациент уже мертв, да... Сидорову диагностировали рак четвертой стадии... Это после святой аварии, в которой погибла его жена... Он тогда получил травму колена, которая в итоге переросла в саркому... Значит, выходит, месяц назад Сидоров узнал о том, что ему осталось жить недолго... И что он сделал? Он получил запас опиоидных обезболивающих... Приехал в Россию... И убил свою жену... Тебе как обычно, два? Чертовски приятно, когда кто-то помнит о твоих привычках... Помоги сесть... Сейчас... Я не кто-то... А твоя жена... А-а-а! Фу кровь! Какой ужас! Фу! Сестра! Сестра! Он попросил Снежану сделать кофе... Потом специально вырвал из руки катетер, обрызгав жену... Он знал, что она не может выносить вида крови и побежит отмываться... В это время он поменял чашки местами... Да, но мы в вещах Сидорова не обнаружили никаких этих самых обезболивающих... Потому что весь запас он направил на убийство жены... Он знал, что будет обыск... И не мог оставить себе ни одной капсулы... Выходит, после отравления жены он терпел ужасную боль... Да... И это приблизило смерть... Значит, его целью было собрать вокруг себя всех, кого он считал грешниками... И наказать... Какие-то десять негритят... Честное слово... Только за что он наказал свою жену? Вот оно... А я еще понять не мог... Чего это богатый бизнесмен пользуется моделью шестилетней давности? Ноутбук Сидорова разбился уже больше месяца в ремонте... Вот... И Сидоров взял старый ноут Снежанный, который дома валялся без дела... И я нашел там недавно удаленные фотографии... Сидоров носил усы шесть лет назад... Когда произошла авария? Мария, извините, пожалуйста, но вы не могли бы взглянуть на эти снимки? Вам что-то о них известно? Да... Их прислали на телефон моей маме... Перед аварией... Ты что, спишь со своей секретаршей? У нас в доме? Как... Как ты можешь, а? Я тебя ненавижу! Это... Это какой-то фотомант... Установи машину, я сказала! Мать... Ягодина! Подонок! Успокойся! А-а-а-а! Классика жанра... Снежане надоело ходить в любовницах, и она... Послала жене компромат... Чтобы приблизить развод... Ну да... А когда Сидоров взял старый ноутбук Снежаны... То он наткнулся на эти снимки... И сразу все понял... К тому моменту Сидоров уже знал, что умирает... И не хотел оставлять наследство Снежане... А что, нельзя было просто развестись? Развод мог занять много времени... А он не знал, сколько у него есть... Он не хотел умереть и оставить большую часть наследства жене... И раз уж все равно умирать... Решил наказать всех... До кого он мог дотянуться... Он и себя наказал... Терпел страшные боли... Он не снимал с себя вины за аварию... Да... И все это... Ради мести? Ради любви... Из-за Маши... Он хотел, чтобы дочь... Узнала всю правду об аварии... И получила все наследство...